Азербайджан Азербайджан – страна не только огней и нефтяных вышек. Это страна, в которой рождается прекрасная музыка и талантливые музыканты. В следующем сюжете я хочу рассказать вам об удивительной женщине, до конца жизни верно служившей искусству Азербайджана. Женщине, которая не раз с зал рукоплескал стоя, и чье дарование было высоко признано не только в Азербайджане и Дагестане, но и во всем мире. Эльза Ибрагимова. Кто в Азербайджане не знает эту женщину и не восхищается музыкой, ею сотворенной? Ее песни исполнял знаменитый Рашид Бейбутов, а сегодня их продолжают петь такие популярные певцы, как Флора Керимова, Ильхама Гулиева, Акиф Исламзаде. О творчестве Эльзы Ибрагимовой высоко отзывались композиторы Тихон Хрейников, Георгий Свиридов, Кара Карарев. Выдающийся композитор современности, народная артистка Дагестана и Азербайджана, заслуженный деятель искусств Азербайджана Эльза Ибрагимова родилась 10 января 1938 года. В районном центре Аджикабул в Азербайджане, в семье железнодорожников Имамедина и Суны Ибрагимовых. Родители видели способности девочки и отдали ее в музыкальную школу, по окончании которой она продолжает учебу в музыкальном училище. В 1958 году Эльза Ибрагимова поступает в Азербайджанскую государственную консерваторию. Первым ее учителем был замечательный композитор Джовдет Гаджиев. Спустя год она стала ученицей народного артиста СССР Кара Караева, который обратил внимание на ее незаурядные музыкальные способности. В качестве дипломной работы выпускница композиторского факультета Азербайджанской государственной консерватории выбрала один из самых сложных жанров музыки – концерт для фортепиано-соркетов. По завершении учебы в консерватории Эльза Ибрагимова поехала по направлению в Дагестан. Она знала, что ее корни здесь, ведь родители Эльзы были родом из села Ахты, и она прекрасно знала свой родной язык. Но поработав всего один год, она возвращается в Азербайджан. Яркой чертой ее творчества является сочетание интонаций и ритмов национального фольклора с выразительными средствами эстрадной песни. Ее песни можно с первых звуков, с первых фраз узнать, что это азербайджанская песня, это автор Эльзы Ибрагимова. Она немного писала лезгинские песни, это «Приезжайте в Дагестан», «Докторы» – это песни, естественно, лезгинские. Они явно отличаются от азербайджанских песен, что там присутствует лезгинская фольклора, лезгинская мелость. Она с глубокой любого относилась, если она пишет к азербайджанскому музыку, это к азербайджанскому фольклору, а если лезгинский, то и лезгинский. Эльзы Ибрагимова однозначно, можно сказать, выдающийся азербайджанский композитор. Выдающийся, вот по-другому нельзя сказать. Я не скажу, что лезгинскую музыку она внесла. Мы гордимся, что наша лезгинка внесла огромный, неоценимый вклад в азербайджанскую музыку. Вот сказать в Азербайджане, где выдающиеся композиторы, как я назвал, там начинается Узри Гаджибекова, Кара-Караев, Саида Рустама, многие композиторы, многие композиторы, сказать там свое слово, показать там, она завоевала огромный и среди композиторов авторитет, среди исполнителей. Самое ценное является в этой исполнителе, выдающиеся исполнители, они ждали ее песни, они исполняли с удовольствием этой песни. Песня «Эй, Ватан» в исполнении Рашида Бейбутова стала визитной карточкой страны огней. Под звуки мелодии этой песни великий певец после кончины был предан земле. За годы творческой работы композитор не раз обращалась к камерным инструментальным жанрам. В ряду известных музыкальных сочинений Эльзы Ибрагимовой оперы «Афет» – «Горящие колыбели», в которой отражена карабахская трагедия. В 1996 году она написала оперу, посвященную 200-летию шейха Шамиля. К сожалению, ни одно из этих произведений не нашло своего сценического воплощения при ее жизни. Ярким и искренним признанием ее таланта и ее творчества был посвященный Эльзы Ханум ее авторский вечер, который состоялся в 2008 году в Баку в Театре Мугам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В начале 2009 года ее юбилей отпетили и в нашей республике. Ученица выдающегося композитора и педагога профессора Кара Караева Эльза Ибрагимова обрела самостоятельный путь в искусстве и с 1979 года стала членом Союза Композитора Советского Союза. Эльза Ханум живет в Баку, но творческие связи со своей этнической родиной она не прерывала на протяжении всех лет. Бахсиар Вагабзаде, это жемчужина арбаканская поэзия, сказал, сполиционный Эльза Хануму узор музыкальный узор. Всегда великолепен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Большой скорби родных и близких и всех поклонников ее таланта и творчества В самом начале нынешнего года выдающегося композитора народной артистки двух республик Азербайджан и Дагестан не стало. Ее брат Чингис Ибрагимов, который всю жизнь был рядом, как никто другой, знал все произведения и занимался творчеством Эльзы Ибрагимовой. До сих пор не оправился от потери. Я потерял не только сестру, не только друга. Я потерял духовную пищу. Она ушла из-под ног моих. Потеря Эльза Ханума большая, не только для меня, как для брата. Это потеря для культуры, потому что высокопрофессиональные люди, высокоинтеллектуальные люди. Нет больше рядом этого мастера. Я не смогу услышать с этого рояля, за которым она сидела, мне даже сейчас больно открывать его. Я не смогу услышать ее гармонии. Искусство – это одежда нации. Эти слова сказал великий писатель Анори де Бальзак. Эльза Ханум сшила такую одежду для двух народов и для кавказских народов, инкрустированную за вот этими нитями, что она останется на долгие и долгие века. Он признается, что не может спокойно смотреть на рояль сестры. На этом инструменте сейчас красуется самый престижный в Азербайджане орден Махрибан Анам, учрежденный супругой президента Азербайджана. Решением Национального фонда Деде Горгут и Совета Аксакалов международного журнала Азербайджан Дуниасы известный композитор, заслуженный деятель искусств, народная артистка Азербайджана и Дагестана Эльза Ибрагимова за вклад в музыкальную культуру Азербайджана, укрепление дружеских и добрососедских связей между братскими народами Азербайджана и Дагестана удостоена ордена Махрибан Анна. К сожалению, эту награду получили родные Эльзы Ханум уже после ее кончины. Нельзя сказать, что Эльза Ханум ушла от нас. Пока звучит ее музыка, она с нами. Потому что в звуках ее произведений осталась ее душа, ее переживания, ее надежды. В завершение сюжета предлагаю послушать песню, написанную Эльзой Ибрагимовой в исполнении певицы Махиры Шириновой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok